Анастасия Новичкова Если вкратце формулировать, наверное, можно это свести к одному тезису. Это введение в заблуждение. По крайней мере, на моей практике ко мне приходили граждане, которые пообщались в процессе общения с этими организациями. Ситуация, как правило, бывает какая. В лучшем случае, часть из этих организаций доводят дело до того, что формируют заявление и отправляют его в арбитражный суд. Соответственно, гражданин остается один на один с арбитражным судом. И проблемы у него возникают в том, что управляющего нет. То есть, занимается самостоятельным поиском арбитражного управляющего. Это в лучшем случае. Также были прецеденты, когда приходили граждане, которые обращались в подобные организации. С ними заключали некий абонентский договор, по которому они платили абонентскую плату. И им обещали это заявление для подачи в арбитражный суд составить. Проходил месяц-другой, ничего не происходило. И, соответственно, эти люди начинали искать другие варианты для прохождения процедуры банкротства. Приходили к нам. Получается, есть ли в этом какие-то мошеннические схемы? То есть, по договоренности, они выполняют все свои обязательства? Просто уходят к какими-то манипуляциями? В большинстве случаев, да. До юра к ним придраться не к чему. Те обязательства, которые они прописывают в договорах, оказание услуг, они выполняют. Ну, опять же, здесь надо иметь в виду то, что процедуру банкротства проводит не организация, в которую вы обращаетесь, а проводит непосредственно арбитражный управляющий. Поэтому, собственно, для избежания подобных прецедентов имеет смысл непосредственно искать арбитражного управляющего, который вашу процедуру будет вести. И с ним уже договариваться. Ну, это такая же история, как когда вы идете в суд, у вас в суде вам помогает какой-то конкретный адвокат, а не некая юрконтора. Такая вот ситуация. Расскажите, как можно выявить вот такие недобросовестные фирмы? Может быть, есть какие-то ключевые моменты или в процессе консультирования можно как-то поймать себя на мысли, что что-то идет не так? На что стоит обратить внимание? Стоит обращать внимание на неизбыточные обещания, которые эти конторы могут давать. Сейчас буквально просматривали рекламные материалы нескольких таких организаций. То есть, это могут быть, предположим, необычные короткие сроки реализации процедур. Допустим, 90 дней. Точнее, они, прошу прощения, за 90 дней они предлагают списать долги. Но это фактически невозможно, потому что требуется достаточно... Ну, если, допустим, заявление можно подготовить за неделю, за две, сколько будет рассматривать дело арбитражный суд, предсказать абсолютно невозможно. Все зависит от загрузки суда, конкретного судьи и так далее. То есть, точно сроков никто назвать не может? Да, точно невозможно. Процедура по-разному может пойти. То есть, в процедуре могут вылезти всякие подводные камни. И в качестве примера, допустим, была у нас ситуация, когда у гражданки был залоговый автомобиль, банк был очень жадный, хотел много денег, и просил арбитражных управляющих, которые у него периодически менялись, выставлять на продажу этот автомобиль по заведомо завышенной цене. То есть, она должна была банку 600 тысяч. Банк говорит, ну вот есть машина, ну правда она гнилая вся, но давайте попробуем ее продать. Деньги очень сильно нужны. И процедура тянулась крайне долго. Ну то есть, да, невозможно предсказать, сколько будет. Также по цене, вот примерно, какой ценовой диапазон, потому что много есть таких объявлений, что вот опять же за короткое время, но по завышенной цене решат все ваши проблемы и проведут процедуру банкротства максимально быстро. Слушайте, ну, значит, смотрите, здесь говорить, опять же, индивидуально, сколько это может стоить, зависит от конкретной процедуры. А, ну еще хотел, это достаточно курьезный случай, опять же, история была с автомобилем и банком, подали заявление о завершении процедуры. Соответственно, арбитражный суд Тверской области эту процедуру завершил, но тут появляется банк неожиданно, который обнаруживает, что за гражданином остался автомобиль. В материалах судебного дела были копии документов с ГАИ, то, что эта машина сгорела, банк это не остановило. Они подали апелляционную жалобу, вот, апелляция отказала, кассационную, ну и, собственно, вот процедура закончилась, а вот этот хвост судебных разбирательств тянулся, наверное, там еще, ну, минимум полгода. И давайте тогда расскажите, ну, как бы, как традиционно проходит эта процедура, что для нее нужно, какие документы, и вот куда обращаться, чтобы точно не попасть. Значит, процедура проходит следующим образом. На первом этапе требуется составить заявление о признании гражданина банкротом. Соответственно, заявление подается в арбитражный суд, арбитражный суд это заявление рассматривает, и, если оно составлено по всем требованиям закона, принимает к рассмотрению. Если есть какие-то замечания, соответственно, арбитражный суд может оставить его без движения, написать в определении, что требуется доделать, какие документы донести, что исправить. Ну и, соответственно, после исправления тоже, как правило, принимает к рассмотрению. Далее проводится процедура, ой, прошу прощения, судебное заседание, на котором, как правило, вводится процедура банкротства в отношении гражданина. Возможно, два варианта. Это процедура, может быть, либо реструктуризации долгов, либо реализации имущества. Реструктуризация долгов является достаточно редкой процедурой, поэтому в 90% случаев вводится процедура реализации имущества, в ходе которой суд принимает и рассматривает требования кредиторов. В это время управляющий занимается поиском инвентаризации имущества должника и реализацией этого имущества. Далее, после того, как сформирован реестр кредиторов и имущества, это реализовано, управляющий распределяет денежные средства между кредиторами и, собственно, на этом, как правило, процедура заканчивается. И в случае, если гражданин добросовестно исполнял свои обязанности, не занимался мошенничеством в преддверии процедуры, он освобождается от долгов. Но это достаточно краткий вариант. Как я говорил, все процедуры индивидуальны. И, как правило, в процессе каждой процедуры могут возникнуть какие-то подводные камни, какие-то нюансы. Какие последствия ждут человека, который прошел процедуру банкротства? Последствия следующие. Первое. Гражданин в течение трех лет, когда берет последующие кредиты, он должен уведомлять кредиторов о том, что он прошел процедуру банкротства. Второй момент. В случае повторного банкротства в течение пяти лет с гражданина долги не списываются. Также гражданин не может занимать руководящие должности в финансовых организациях и в банковских организациях. в течение, у нас период, не помню, там, то ли три, то ли пять лет. И в целом на этом заканчиваются все последствия? Да, на этом все негативные последствия заканчиваются. Скажите, из вашей практики участились ли случаи в Тверской области процедуры банкротства? Да, достаточно низкий уровень жизни. И по этой причине дикая закредитованность населения. Поэтому чем дальше, тем больше. Ну и второй момент психологический. Если, допустим, когда все начиналось, считалось крайне зазорно быть банкротом, сейчас граждане уже свыклись с этой мыслью и более спокойно относятся к процедуре. Ну, тем не менее, процедура достаточно тяжелая для граждан, эмоциональная, психологически тяжело приходится. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Хотелось бы поблагодарить нашего гостя. Спасибо, Алексей, что рассказали нам о банкротстве, как не попасться на удочку недобросовестных фирм и как грамотно осуществить эту процедуру. Это была программа «Тема дня. Комментарий». До новых встреч!